Методы магнитно-импульсного воздействия на металл сегодня востребованы в разных отраслях, в том числе в авиации и ракетостроении. Это направление активно развивают в Самарском национальном исследовательском университете. В лаборатории представлены компактные установки, которые всего за пару секунд придают изделию заданную форму. Вот идет гудение, а в целье у вас вышло, щелчок и щелчок. Я вам понимаю готовую деталь. Смотрите, чувствуете ее. Вот она. С помощью магнитно-импульсных технологий можно не только сэкономить время, затраченное на производство изделий, но и повысить их надежность и качество. А это уже лаборатория медицинского университета. Здесь представлены нейротренажеры «Ревайвер», благодаря которым люди, перенесшие инсульт, восстанавливаются в два раза быстрее. Еще одна уникальная разработка ученых сам ГМУ – программно-аппаратный комплекс «Автоплан» – незаменимый помощник хирурга во время операции. Чтобы не стоять на месте, нужно постоянно двигаться, быть драйверами экономики Самарской области. Мы активно работаем с крупными корпорациями, как госкорпорация «Ростех», мы с крупными институтами развития, с венчурными фондами, с инвесторами. Задача – создать от идеи продукт и внедрить его в серию. В настоящее время это уже десятки продуктов, большинство из них уже доведено до серийного производства, используются в системе здравоохранения и в системе образования. Чтобы сделать такое взаимодействие вузов и производство системным и максимально сократить время от исследований до конкретных продуктов, в стране должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Эту задачу поставил президент Владимир Путин. НОЦ – это площадка, которая позволит объединить усилия ученых и представителей бизнеса. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, губернатор Дмитрий Азаров поручил создать региональный центр уже в этом году. Была проведена колоссальная работа, определен первый индустриальный партнер, им стала госкорпорация Ростех. Соответствующее соглашение было подписано на научно-образовательной конференции, которая прошла на ведущих площадках Самары и Тольятти. Достигнут ряд договоренностей в рамках Петербургского экономического форума. В том числе подписана дорожная карта по развитию НОД в Самарской области. Сформирован наблюдательный совет, он будет контролировать эффективность деятельности центра. Теперь подготовительный этап завершен. Сегодня было подписано соглашение консорциума НОД в Самарской области. После создания консорциума участниками научно-образовательного центра предстоит организовать уже разработку программы развития НОД, определить ключевые инвестиционные проекты, обозначить главные направления научно-исследовательских работ, актуальных для науки и бизнеса. Еще одна задача, которая стоит перед НОД, подчеркнул зам предправительства региона, это помощь в подготовке кадров под реальные нужды предприятий. Наш консорциум как раз это и есть тот плод созревания, который наконец-то может быть нам поможет реализовать весь тот интеллектуальный потенциал, который безусловно у нас имеется. На этом этапе у НОД с 13 участников, однако есть уверенность, что к данной работе в ближайшее время подключится еще больше образовательных организаций и предприятий региона. Мария Акимова, Владимир Терентьев, Новости губернии.